И так, привет дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, да, и это значит, что нужно поставить свой княжеский лайк, заварить чаёк или пельмешки, всё как ты любишь, усаживайся поудобней и расслабляйся. Сегодня у нас знакомство с новым героем под названием Буйный метатель. Я не знаю, он будет так на русском сервере называться или нет, но пока что он Буйный метатель, и мы будем с ним сегодня знакомиться. Не ждите никакого информативного выпуска, никаких вероятных, невероятных тестов, я просто хочу с ним, ну, поиграться, поиграться хочу. Также хочу выразить огромнейшую благодарность тем, кто постоянно поддерживает меня своим просмотром, лайком, оформляет спонсорские подписки, прям вообще красавчики. Ваша поддержка сейчас реально очень нужна. Огромнейшее вам, друзья, спасибо. Ну, а мы начинаем, нахожусь на аккаунте игрока под ником, ну, это Твинк, по сути, Нимбл, вот, мне подписчик предоставил Твинк, за что ему огромнейшее спасибо, у нас 2000 самоцветов. Герой, как я понимаю, этот, а, он даже как-то прокачан, давай попробуем его как-нибудь забустить. А, видишь, нам огоньки нужны, да, чтобы его прокачать. Ну, ладно, все как старые добрые времена. Помните, когда я не ленился, и когда вообще все нравилось, все было оперативненькое, да, вот, вот эти вот невероятные знакомства с новыми героями. А, так, что ты мне предлагаешь сделать? Да, окей, но я не могу, мне нужны звездочки. Что ты мне предлагаешь сделать? Ладно, давай посмотрим, еще раз засчитаем описание умения. Еще раз говорю, что это, возможно, ну, не везде корректный перевод, когда на русском сервере уже будет официальное описание умения, тогда уже можно сделать более, скажем так, подробные выводы. Но пока что, вот, к примеру, описание 14-го навыка. Каждую одну секунду наносит 860 урона 5 противникам, и 20% урона превращает в лечение только для самого себя. То есть он, ну, как бы, будет бить и сам себя хилить. В то же время снижает вероятность попадания в цель на 21% в течение 1,5 секунд. То есть, я так понимаю, тех 5 героев, кого он будет бить, он будет, скажем так, уменьшать их попадание по цели. То есть, ну, как бы это назвать, типа, добавит уклонение всем своим юнитам. Когда герой умирает, наносит 1000% урона всем вражеским героям вокруг него. То есть у него такой смертельный удар крутой, встроенный. Имеет встроенное ограничение по урону. Вот, правда, какое. А также воскрешает самого себя. То есть, ну, в принципе, хоть он и бездонатный, но звучит пока что все очень классно, все очень прикольно. И мне даже кажется поинтереснее, чем этот мастер теней, который будет за донат. Ладно, идем дальше. Так, вероятность воскрешения составляет 66%. И после воскрешения здоровье будет восстановлено на 60%. Смотрите, в чем прикол. Он может сам себя воскресить после смерти. Ладно, давайте тестить. Смотри, тут у нас каменная кожа. Ясно, мы это прокачать не можем. Тут у нас ничего нету. Ну, вот он, просто чистенький, непорочный, новый, ребята, герой. Мы его сейчас, конечно же, тогда и протестим. Не знаю, давай сразу огоньки заработаем. Так, тут пройдено, да, три звезды. Так, ну, пошли. Выглядит, ну, выглядит ничего так. Опа, смотри. Опа, оп, оп, оп. Слушай, он и по зданиям лупит. Блин, ну, он прикольный. Я не знаю, он мне нравится. Я бы хотел его выбить. Может быть, не зря я самоцвета не трачу. Может, реально попытаться его выбить. Ну, конечно, интересно будет посмотреть на него там уже в реальном бою, прокачанном на максимум. Но сейчас мне он очень нравится. Во-первых, мне нравится отображение этой магии. Как бы, просто в описании, как написано. Каждую секунду наносит 860 урона. Да, и полторы секунды он не дает цели нормально попадать. То есть, понижает шанс попадания, да. Ну, сколько он таких ударов делает. Просто вот эти все тайминги, они не особо расписаны. Понимаете, в чем проблема? Так, ну, давай, смотри. И написано, что он героев лупит, но в целом... Смотри, он героев. Слушай, он так интересно поступает. Грубо говоря, смотри, я так понимаю, он сначала героев юнитов бьет. Хотя, ну, как бы тут надо посмотреть. Ну, тут есть герои. Давай. Значит... Ага. Нет. То есть, ему как бы он и героев, и юнитов долбит. А вот когда он героев и юнитов добивает, тогда он уже начинает здание долбить. Я вообще понадеялся на то, что он будет брать и, к примеру, долбить сначала героев, потом уже долбить юнитов, и потом только здание. Но в целом, в целом, в целом прикольно. Что он мне нравится? Не знаю, будет ли он полезен или нет, но... И мне кажется, что урон все-таки он будет выдавать космический. Прям, прям хороший. Прям замечательный. Так, мы это забираем. Мы его уже можем прокачать. У нас тут и прокачка, и тест, и все на свете. Так, я надеюсь, вы хоть посмотрите, вы хоть лайк поставите. Я не знаю, кто-то там уже... Наверное, все уже подряд выпустили обзор на данного героя. Вот. Ну, как бы... Подожди, мы его улучшили. Да, и у нас есть книги. Давай. Бац, и сороковой уровень. Есть. Да, шаумения. Потому что мы ему... А ну, что, мы ему героями, что ли, умения будем качать. Сколько тут КГшек? КГшек, правда, нифига нету. Что на складе? На складе. Вот это что такое? Это книжки. Не, ну, в принципе, можно, конечно, бесполезными героями его качнуть. Можно его бесполезными героями качнуть. Подожди. Нанять. Так, опа. Ну, давай ты мне только, ну, господи, и без тебя разберусь. Шо ты мне тут? Так. Давай. Усовершенствуй. Не сюда. Эй! Подожди, я уже забыл, что-то туплю. Как вообще прокачивать? Так. Ну, да. Если даже вот этих всех героев... Ну, не хватает. Ладно, идем дальше. Не останавливаемся. А что мы тут... Это мы забираем. Тут какие-то бонусы были. У нас 2000 самоцветов, конечно, если что. Ну, давай, слушай, пошли... Ой. О, пошли в рейд. Ну, тут как бы совсем-таки слабенькие ребята. Бац, бац, бац. И просто он включается и начинает буйствовать. То есть, ну, очень прикольно. Пробо непонятно, какое у него ограничение по урону. То есть, опять же, это тоже ничего не написано. Пока что, видишь, пока что еще не идеальный перевод. Вот недостаточно всей там информации, да, которой хотелось бы. Но все очень круто. Все очень круто. Ну, тут тоже рейд такой, знаешь, нормальных героев нету. Даже если на арену пойти. Который, наверное, да, еще на этой арене... Еще на этом аккаунте арены нету. А, даже еще волн нету. А, знаешь, чтобы волны запустить, мы возьмем просто здесь. Вот так вот. Опа, сколько у нас? 207 силы. Отлично, смотри. Вот так вот улучшить. Просто, бац. 184 силы. Это хорошо. Свален, улучшить. Давай тут еще сколько. Сейчас сделаем полторы тысячи силы. Махатма, давай улучшить. Так, все, есть. Теперь смотри, волны. Ой, у нас тут даже мышцы. Ой, 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 ой. Ой, волны у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, Элина, сейчас. Извиняюсь, тут дочка пришла. Нужно оружие перезарядить. Пам! Не будете лайки ставить. Всех пристрелю. Да. Так, идем. Ну, волна А, давай. Волна А. Извиняюсь, это видео не монтирую. Просто нет времени, ни музыки накладывать не буду, ничего. Так. Просто это сейчас все ускоряем. Невероятным образом. Ну, давай ты уже включись. Ну, да, в принципе, как бы единственное, мы тут скорее минуснемся именно от... От чего мы минуснемся? От того, что здание ушатает. Слушай, мне кажется... Подожди, у него даже встроят автопрок. Ай, садри! То есть, ему плевать, вот он включился, и все, он там должен какое-то свое определенное количество зарядов израсходовать. То есть, смотрите, они его зарядят. Я не знаю, у него есть этот автопрок или нет, но очень интересное умение работает. То есть, вот он включился, у него там порядок какой-то целей, которые он должен ушатать. И как бы ничего сбрасываться не будет, пока он не выстрелит все свои заряды. Посмотрите, он сейчас зарядится. Давай, заряжайся. Смотри, он раздолбанет, да? Сейчас пойдут новые. Посмотрите, сколько времени уже проходит. То есть, ничего не сбрасывается, там, кулдаун, не кулдаун. Новые выходят, и они сразу пизделен получают. Три заряда кинул. Ну, сейчас, может быть, уже следующих зарядов не хватит. Слушай, ну, это прикольно работает. Опа, опа, оп, оп. Слушай, он дофига накидывает. Я не знаю, как это работает. Оно как-то работает странно, но мне определенно нравится. Все, видите? А, он вообще долбит бесконечно. Табак, может, какой-то, я не знаю. Ему пофигу. Он пофигу. Вообще, он один раз включился, и он все, он долбит бесконечно, походу. Да! Да, смотрите! Дожди-ка. Подожди, а если его на защиту поставить, он что, будет постоянно долбить по всем героям, там, по Миносу? И по Миносу будет долбить, да? Ну, вот сейчас он тоже, он никого не подпустит. Он просто всем накидывает, смотри. Бесконечно. То есть, он будет долбить по Миносу и уменьшать, грубо говоря, шанс того, что Минос, ну, попадет в цель. Ну, хотя, опять же, да, если Минос будет в этом, под маскировкой. Он же через маскировку пробивать не будет, наверное. По крайней мере, в описании, да, таланта ничего не указано. Слушай, ну, офигенски, просто офигенски. Ну, краса пета. Смотри, и все просто берет, накидывает. Бля, волны им проходить будет. Ну, как бы волны-то, на всем волны уже давно плевать. Я даже все не могу добраться волны, пройти на своем основном аккаунте. Но, в целом-то, круто. Да, то есть, он ухилит себя. Бля, ну, слушайте, я вам скажу так. Этот герой хоть и бездонатный, хоть по правилам, знаете, IGG, там, бездонатного героя надо говняным выпускать. И бесполезным. Но он мне, сука, нравится. Мы сейчас не пройдем эту волну, по понятным причинам. Здание все ушатали. Но это прям хорошо. Но это прям по-доброму. Но здесь противники прям говно. Нападать не на кого. С волнами пока что тоже грустно. Но мне нравится. Вы просто... И все, ему один раз... Я не знаю, может, это бак. Видите? Чихаю. Ребят, извиняюсь. Но, может, правду говорю. Что мне герой понравился. Каким бы говняным... Ну, обновление говно, конечно. Вот герой идеальный. Может, он, конечно, и будет бесполезный. Но он мне нравится. Им прикольно играть. И накидывает, и накидывает. Слушай, а если он так часто накидывает, то, прикинь, ты где-то в PvP-режиме он будет так накидывать, накидывать, накидывать и постоянно уменьшать шанс попадания, ну, типа, по героям, да, противника. Ну, то есть, там противники будут с меньшим шансом попадать по вашим героям. Единственный вопрос, будет ли стакаться вот этот дебаф от него? Я думаю, что вряд ли он будет стакаться. Потому что, если он будет стакаться, то, то есть, после каждого... Ну, прикинь, в PvP-локации, если он каждый раз будет, да, накидывать минус 21% шанса, через секунду еще 21% шанса, так он может до 100 дойти. Он может сделать так, чтобы там чуть ли не вся вражеская пачка перестанет попадать по героям. Тоже, ну, этот герой крутой. Этот герой крутой. Я бы его с удовольствием хотел бы видеть на своем аккаунте. Я бы всех героев хотел бы видеть на своем аккаунте, в коллекцию. Но этим было бы конкретно интересно поиграть. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого героя. Я вам всем, ребятушки, пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо за то, что смотрите. Спасибо за поддержку. Всех целую пока. И жду вас на стриме по CSGO или God of War. Вот сижу. В телеграм-канале одно голосование, на ютубе другое голосование. Везде разные победители. Не знаю, какой стрим проводить. Но в любом случае, после 9 вечера или где-то в 9.30 жду вас на стриме. Всем удачи и пока. Слушай, классный герой.